Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. За милых дам. Мэр города поздравил представительниц прекрасного пола с наступающим 8 марта. Эмоции, конечно, зашкаливают. Очень душевно. Кто получил признание? Ночной переполог. На Пушкино горел бытовой вагончик. Спасатели напоминают, что самой распространенной причиной пожаров по-прежнему остается неосторожность с огнем. Есть ли пострадавшие? Тюльпановый рай. Налоговая напоминает о правилах реализации цветов. До начала осуществления деятельности должны установить на свой смартфон или персональный компьютер приложение. Какая ставка? А также атомная электростанция, перспективное сотрудничество и мясной деликатес. В стране теперь производят суп в виде колбасы, где выпускают новинку. В приоритете, надежность и безопасность президент провел совещание по вопросам белорусской атомной электростанции. Строительство АЭС – один из наиболее масштабных и технологичных совместных проектов Беларуси и России. Для его реализации сделано немало. В частности, введен в эксплуатацию и устойчиво функционирует первый энергоблок. С момента включения он выработал уже более 12,5 миллиардов киловатт в час, что позволило заместить свыше 3 миллиардов кубометров газа и сэкономить для страны более 400 миллионов долларов. Присутствующим журналистам просто хочу напомнить, чтобы они не забывали об этом, рассказывая людям, какое было противостояние строительству этой станции, особенно в 2020 году во время предвыборной кампании. Вы помните, все альтернативщики, ныне беглые, обещали в случае прихода к власти закрыть атомную станцию, хотя уже миллиарды были вложены в ее строительство. К этому их подталкивали наши конкуренты, прежде всего. К сожалению, ближайшие наши соседи – Польша и Литва. И что сегодня? Польша запланировала строительство двух атомных станций, а может быть и трех. Литва также заявляет о строительстве своей атомной станции. А теперь прикиньте, если бы мы, заигравшись в политические игры, прекратили строительство или закрыли атомную станцию. Или они пришли к власти, прикрыли эту атомную станцию, куда тогда было уже уложено около 5 миллиардов долларов. Вот их лицо, на всякий случай. Сейчас идет подготовка к запуску второго энергоблока. Его включение в сети запланировано на апрель. Президент подчеркнул – БЛАЭС – достояние нашего народа. В ее возведении учтены мировой опыт и высокие технологии. Поэтому все вопросы строительства и работы атомной станции требуют особого внимания и взвешенного подхода. Обаяние, нежность и безграничная забота. Председатель Бобруйского горосполкома в преддверии 8 марта поздравил милых дам. В театре драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича пригласили 12 представительниц прекрасного пола из самых разных отраслей. Это промышленность, здравоохранение, образование, культура и спорт. О хранительницах домашнего очага Татьяна Горбач. Весеннее обновление и безграничная любовь. Праздник, наполненный свежестью цветов, искренней благодарностью и заботой близких. Все это про 8 марта. И хоть знаковый день для миллионов мужчин еще не наступил, в Бобруйске уже начинают чествовать прекрасных дам. По традиции первым эстафету принимает мэр города. Конечно, на ваших крупных плечах лежит все. Это семейный очаг, это воспитание детей. Мы за вами, как за каменной стеной. По данным праздникам все-таки бы я хотел пожелать любви, радости, счастья, семейного удачи. И все пусть ваши мечты сбываются. С праздником, с наступающим. Милые и строгие, любящие и амбициозные, терпеливые и заботливые. На прием к Игорю Киселю приглашены 12 прекрасных дам, представительницы разных сфер деятельности, здравоохранения, образования, промышленности, культуры и спорта. Все они доказали, можно быть успешными и в профессии, и в семейной жизни. Эмоции, конечно, зашкаливают. Очень душевно, и я бы даже сказала, торжественно, но в тот же момент и по-домашнему. Пользуясь случаем, поздравляю всех женщин с этим прекрасным праздником, с днем 8 марта. Желаю крепкого здоровья, благополучия, мира, любви, счастья и удачи. Хочу поздравить всех женщин с наступающим праздником, оставаться им молодыми, красивыми, чтобы им сопутствовала всегда удача, хорошее настроение их не покидало. И благодарно руководству нашего города за оказанную возможность быть участницей такого мероприятия. Современные девушки удивительным образом сочетают женственность, хрупкость и силу. Среди таких Оксана Болбас, талантливый тренер по спортивной гимнастике. Ее воспитанники входят в состав национальной сборной страны и одерживают победы на соревнованиях самого высокого уровня. Хочу сказать всем спасибо за это мероприятие, за эти невероятные эмоции. Здесь здорово, мне очень все понравилось. Я хочу сказать еще раз всем большое спасибо за этот замечательный праздник. Без должного внимания на приеме не остается ни одна женщина. Ведущие рассказывают о профессиональных и творческих успехах милых дам. В этот день для них цветы и подарки. Комплект постельного белья, мыло ручной работы, изысканные пирожные от кондитерской донатика и приятный сюрприз. Билеты на праздничный концерт Александра Солодухи. И пусть сбываются все мечты. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Случайности не случайны. На Пушкина горел бытовой вагончик. ЧП случилось в субботу. Сообщение о пожаре спасателям поступило в полвторого ночи. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание. Но пламя успело наследить. Обгорели стены, потолок и имущество. К счастью, никто не пострадал. Предварительная версия – неосторожное использование электрооборудования. Спасатели напоминают, что самой распространенной причиной пожаров по-прежнему остается неосторожность с огнем. Берегите себя, свое имущество и помните, что в случае пожара незамедлительно нужно звонить в МЧС по телефону 101 или 112. В тот же день поздно вечером горел частный дом в Бобруйском районе. Пылала веранда. Под рухнувшей конструкцией спасатели обнаружили труп. Личность устанавливается. Причина трагедии пока неизвестна. Перспективное сотрудничество, страховые гарантии и весенняя пора. В стране с 11 марта стартует сезон охоты на пернатую дичь. Что в списке допустимого? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В стране создадут спецфонд для страхования от невыплаты зарплат. Сейчас идет разработка проекта указа главы государства. Согласно документу, если организация «Банкрот» не выдаст работнику денежные средства, она будет обязана возместить задолженность в размере трехмесячного заработка. Только в 2022-м около 200 белорусских предприятий имели долги перед своими сотрудниками. Белорусские и российские ученые создадут препарат против туберкулеза. Уже налажено сотрудничество с научно-исследовательским институтом гриппа имени Смородинцева. Проект уникален тем, что впервые будут проведены клинические исследования векторной вакцины для иммунотерапии легких. Применять лекарства планируют интраназальным способом, то есть через нос. Заработал сайт по рассмотрению обращений граждан, желающих вернуться в Беларусь. Речь о тех, кто совершал правонарушения. На указанном ресурсе размещена вся необходимая информация. Требования, порядок подачи и сроки изучения заявлений, а также ответы на часто задаваемые вопросы. Есть возможность обратиться напрямую через электронную почту. В Беларуси впервые начали производить суп в виде колбасы. Новинки выпустили на Гродненском мясокомбинате. Из них можно приготовить солянку, рассольник, флячки, овощной микс, бульон с курицей и рисом. Заготовку нужно просто залить водой и довести до кипения. Колбас супы уже появились в магазинах. Их можно купить по цене банки тушенки. В такой упаковке их давно используют для продажи в европейских странах. В стране с 11 марта стартует весенний сезон охоты на пернатую дичь. Добывать разрешено гусей любого пола и возраста – серого, белолобого, гуменника, канадскую казарку. С использованием гладкоствольного оружия. За первое нарушение грозит штраф до 480 рублей. За повторное – в два раза больше. Сезон продлится по 14 мая. Те, кто несут службу в режиме 24 на 7, в стране отметили День белорусской милиции. 106 лет назад были созданы первые части по охране общественного порядка. В годы Великой Отечественной сотрудники охраняли военные объекты, обезвреживали диверсантов и шпионов. В мирное время продолжали защищать граждан от посягательств преступной среды. Сегодня МВД – это силовая структура, которая готова противостоять всем вызовам и угрозам. 2022 год для сотрудников Бавруйской милиции был годом непростым. Мы по достоинству на сегодняшний день считаемся лучшим подразделением Могилевщины, но это заслуга всего личного состава. Каждый сотрудник органов внутренних дел Бавруйской милиции внес свой вклад в наше общее дело. За профессиональные достижения на главной сцене города медалями, нагрудными знаками, почетными грамотами и благодарностями наградили лучших сотрудников и ветеранов службы. Следование милицейским ритуалам бережное отношение к прошлому не только сохраняет и укрепляет единство органов внутренних дел, но и позволяет успешно справляться с любыми задачами. Праздничный букет в преддверии 8 марта налоговой напоминает о правилах реализации цветов. Те, кто желают подзаработать, должны до начала продаж подать уведомления в инспекцию, указать вид товара, дату и место торговли. Также нужно внести единый налог. В Бавруйске ставка 132 рубля в месяц. Если менее 15 дней, сумма уменьшается в два раза. Физические лица, планирующие уплачивать налог на профессиональный доход, до начала осуществления деятельности, должны установить на свой смартфон или персональный компьютер приложение налог на профессиональный доход. Через это приложение проинформируют налоговый орган о применении этой системы налогового обложения. И при получении дохода, по каждому полученному доходу, сформировать чек в этом приложении. За незаконную торговлю грозит штраф 15% от неуплаченной суммы. При повторном нарушении придется уплатить налог в пятикратном размере. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова